Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня в очередной раз я немного хочу поговорить об уходе за томатами, а именно об формировании их и небольшом уходе вообще. Дело в том, что здесь, как можно заметить, у меня томаты замульчированы скошенной травой подсушенной. Она сейчас и вот такая зелененькая, но совершенно сухая. В теплице у меня здесь капельная подземная линия, поэтому сверху траву я ничем не поливаю. Единственное, сюда вносятся подкормки этот травяной настой, зольный настой я подкармливаю. И, естественно, в этом году я применял свои биопрепараты. Понятно, качье у меня и усиленное качье было с помощью лерина, гомоира. Я опрыскивал это все по листьям. Как можно заметить, листья имеют зеленый цвет хороший, то есть томаты развиваются, по крайней мере, пока меня это все устраивает. И очень хорошо. Что можно сказать о разных вариантах формирования? Дело в том, что, конечно, в теплицах лучше всего выращивать так называемые индетерминатные, высокорослые сорта. То есть, которые, тем более вот в такой теплице, как эта, которую я наращивал, она очень с высоким потолком. Я знаю, что томатами есть куда расти, куда развиваться. И поэтому я здесь стараюсь высаживать именно эти сорта. Конечно, иногда мне присылают сорт, говорят, что он именно индетерминатный. Но когда вырастает, я вижу, что он детерминатный. Бывают и такие ошибки, но ничего страшного в этом нет. Но в основном стараюсь выращивать индетерминатные. И их, и именно эти сорта, можно формировать по-разному. То есть, можно самый такой простой и классический способ. То есть, когда у вас побольше количества рассады, можно рассады высадить чуть-чуть загущенно, как вот здесь у меня участок. То есть, я уже не через 60 см, а где-то сантиметров через 40 см я высадил эти кусты и буду формировать их в один стебель. Кусты стоят чаще, поэтому в два стебля это будет уже здесь такое загущение. Формировать в один стебель очень и очень просто. Потому что мы знаем, что макушка всегда продолжает свой рост. Вот здесь вот у нас вот эта вот точка, ее ни в коем случае мы не прищипываем. Она так и идет, и мы постепенно по подвязке, по часовой стрелочке обкручиваем свой кустик. И вот так вверху будет тянуться. Но все пасынки, которые у нас могут расти из пазух листьев, их все удаляют. У меня они уже здесь, конечно, все удаленные. Вот, потому что за пасынками, за удалением пасынков надо следить. Желательно их удалять два раза в неделю. Особенно в начале роста, когда у вас достаточно удобрено и достаточно как бы сильно развиваются кусты, то при этом и сильно и очень как бы быстро растут пасынки. То есть, если их как бы оставить и оставить надолго, то мы можем прийти и увидеть уже большой стебель, при отрезании которого мы будем очень здорово уже, конечно, ранить томат этот раз. А во-вторых, на рост этого стебля сам куст уже отдаст очень много силы. То есть, это не надо, да, для того, чтобы растить то, что мы потом просто отрезаем и выкидываем. Поэтому своевременное удаление пасынков, это тоже один из ключей хорошего формирования и в росте куста. То есть, все понятно, что вот в один стебель очень легко без, как бы, формировать именно эндотерминатный сорт. Вот на примере вот этого сорта, да, я хочу показать, что здесь, как бы, у меня тоже достаточно, будем говорить, мне показалось, что немного загущается, что ли, этот, как бы, этот участок, этот участок грядки. И здесь я знаю, что тоже высокорослый сорт растет очень хороший, да, крупноплодный, вот. И чтобы именно сохранять крупноплодность и все такое, то есть, я начал его, как бы, формировать в два стебля, вот. Поскольку высаживал его уже через 60 сантиметров, через большие расстояния достаточно, и планировал формировать в два стебля, но вижу, что идет небольшое загущение, и можно сделать такой трюк, то есть, вот на второстепенном, будем говорить, побеге, да, который и у нас идет вторым, вот, я здесь оставляю вот одну кисть, да, которая будет формироваться, и оставляю после кисти три листочка, чтобы у меня, как раз, которые будут давать питание вот этой кисти, и которые здесь будут завязываться и расти плоды, и после трех листьев я прищипываю верхушку. То есть, можно здесь заметить, верхушки здесь уже нет. Все, здесь вот этому стеблю дальше расти я не дам, то есть, он вот так вот у меня и останется. Вот этот же стебель, он уже пойдет, как бы, и будет расти дальше, доверху. И это, будем говорить, формирование, что ли, в полтора, что ли, стебля, вот так вот будем называть своими именами, да, то есть, мы даем еще дополнительно внизу вырасти одной кисти. Особенно это неплохо делать именно на крупноплодных томатах, которые свой основной урожай все равно на первых-вторых кистях образуют, да. То есть, если мы в один стебель их выращиваем, то наверху у нас могут иногда даже не завязаться плоды, поскольку может быть жарко, наверху всегда теплее, чем внизу, это мы знаем, да, в теплицах. И наверху плоды просто, в смысле, не завязываются, потому что слишком жарко, и у нас пыльца просто сгорает, что ли. Вот, также, конечно, формировать эндотерминатные сорта я все равно стараюсь как бы в два стебля, да, то есть, это основной такой классический, поскольку выращивать очень много рассады, это проблематично, а когда рассады достаточно немного, но хочется получить вот максимальный урожай с площади, то высаживаешь томаты как бы через, делаешь им расстояние побольше, сантиметров 60, но формируешь эндотерминатные сорта в два стебля. То есть, вот это же, как бы, не прищипывая, если верхушку здесь, вот здесь мы сделали в полтора, то вот это и был бы второй стебель, который бы шел тоже вот по этой ниточке, да, шел бы до самого верха. Тоже это очень все просто делать, и как бы эндотерминатные сорта, конечно, формировать достаточно просто, тут никаких проблем быть ни у кого не должно. То есть, своевременное удаление пасынков, и всегда, конечно, следить за макушкой, то есть, ни в коем случае не допускать желаний, когда иногда есть удалить вот здесь пасынок, который начинает образовываться пораньше, да, вот, и можно случайно прищипнуть макушку. Вот этого допускать нельзя, вот, лучше чуть-чуть подождать, когда она вырастет, и удалить уже вот пасынчик, который идет вот здесь, особенно вверху, быть осторожным. Ну, и, конечно, следить всегда то и дело, внизу бывает, что начинают образовываться новые пасынки, даже после того, как вы их удалили. Что, конечно, еще нужно обязательно делать в индотерминатных, именно высокорослых сортах? То есть, постепенно у них нужно удалять нижние листочки. Вот. Я не знаю, кто-то это не делает, кто-то говорит, это не обязательно делать, ничего я там не удаляю, ничего, но я лично удаляю. Во-первых, для чего это я делаю? Дело в том, что, конечно, наливание плодов в основном и созревание идет от верхних листьев, не от тех, которые внизу под кистью, а идет от верхних. Нижние листья мы оставляем, пока у нас только идет начало формирования куста, да, его, чтобы оно развилось сильно, куст именно набрал мощь, набрал высоту, образовал там цветоносы, образовал завязи. То есть, просто чтобы развивалась корневая система, вот нужны как раз нижние листочки. Они вот, они сейчас у меня еще до сих пор все присутствуют, но они постепенно, постепенно будут удаляться. То есть, я вот смотрю, например, да, вот этот листок вот внизу, он уже соприкасался у меня с мучой, и вот у меня он уже начинает желтеть, да. Вот. Вот этот листочек я уже сейчас даже могу смело удалить. И где-то в неделю постепенно я буду удалять по одному, по два листочка. Тем самым поднимаясь прямо по кусту вверх, да. И, конечно, когда я буду дальше все равно рассказывать вам и о томатах, и о своем урожае, и вы увидите в конечном итоге, что когда у меня уже урожай созревает, да, то фактически до кистей нижних листьев у меня всегда уже не бывает. Они просто не нужны на данном этапе. Ну и, конечно, одно из важных моментов ухода за томатами – это своевременно эффективное проветривание теплицы, если, конечно, речь идет о теплицах. К хорошему быстро привыкаешь. Я у себя, конечно, установил автоматические гидроприводы. Вот. На дверь установил уфопар, поскольку на двери был у меня тоже термопривод. На дверь очень имеет большую парусность. Здесь, как бы, идут очень сильные ветра. И уфопар это с легкостью выдерживает. А термопривод прекрасно открывает форточку верхнюю. Вот. Работает тоже очень эффективно. Вот сейчас солнышком теплица нагрета. Вот это максимальное открытие уфопара. Достаточно это для проветривания вполне. Плюс, как бы, верхняя форточка, то все здесь эффективно проветривается. Также, конечно, в торце теплицы у меня тоже форточка открывается термоприводом. И поэтому проветривание происходит эффективнее. То есть, если у вас нету, конечно, автоматического проветривания, то вы уж будьте добры, следите за этим. То есть, надо, конечно, в холод всегда это надо закрывать. Теплица должна быть закрыта. В нее не должно поступать ни роса, ничего такое, чтобы болезни как бы не проникали. А в жару, конечно, пораньше, с утра, то уж уж не спите. То есть, надо выходить открывать. Чтобы вот этого не делать, я, конечно, установил термопривод. Поскольку, я еще раз говорю, к хорошему быстро привыкаешь. И теперь голова не болит, все открывается, закрывается само автоматически. Так, посматриваешь только за их, естественно, чтобы они хорошо работали, чтобы все исправно работало и все. Вот все, что я хотел сказать об уходе. Именно не забывать это делать, естественно, и формирование. Конечно, это уже в очередной раз. Но, повторение мать учения. И иногда, своевременно просмотрев, своевременно поняв это, вам, правда, самим захочется побежать в свою теплицу и сделать именно эти все операции и помочь кустам достичь хорошего урожая. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok